Век высоких технологий не так много времени уделяется полезным и жизненным навыкам. А любовь к конструированию и моделированию необходимо прививать с детства. С этой задачей отлично справляется в детской технической школе Павлодара. О полезном хобби смотрите прямо сейчас. Это учреждение дополнительного образования имеет 60-летнюю историю. В прошлом это была станция юных техников. Сегодня детская техническая школа. Работа в ней ведется по техническому и декоративно-прикладному направлениям. Занятия по авиамоделированию, судомоделированию, автомоделированию, военной технике, робототехнике и 3D-моделированию, фотоискусству, бесероплетению, работе с тканью кожей и природными материалами. Посещают более 700 детей. Актуальность навыков и знаний, которые мальчишки и девчонки получают на уроках, велика, считает руководитель детской технической школы. Я всегда задаюсь вопросом, когда вижу, как наши ребята делают самолет. Здесь же ребенок вместе с преподавателем занимается и делает точно такой же самолет. Я всегда спрашиваю и задумываюсь, а кем он выходит от нас? Он выходит уже готовым инженером. Выходя из нашей школы, ученик уже имеет определенное количество знаний, которые в будущем ему пригодятся в жизни, при поступлении в институт или на работе, на производстве. Денису Бугаеву 10 лет. Он учится в 4-м классе 17-й школы. В детско-технической школе герой сюжета занимается полтора года. За это время в кружке «Общее техническое моделирование» Денис многому научился. Вот моя поделка – это самолет. И еще я делал, получается, кораблик там, ну и все остальное. Мне нравится больше всего делать из фанеры поделки, но в основном мы делаем из пенопласта и дерева. Я бы хотела сделать вертолет 40 сантиметров. Я видела эту картинку, и вот я хочу его сделать в будущем, когда наберусь опыта. Кабинеты и коридоры ДТШ пропитаны творчеством. Воспитанникам учебного заведения даются полезные знания для подготовки и обработки материалов. На занятиях развиваются мелкая моторика рук и творческие способности. Отрадно, что детско-техническая школа ведет постоянный набор в кружки. Так больше детей смогут получить ценный набор навыков. Ринат Абдулкаюмов, Доснбектука, Ертыс Акпарат.